здравствуйте друзья мы с вами на канале это он тв программе особая папка меня зовут марк горин со мной студии мой компетентный собеседник яков кедми здравствуй я же только что не только что несколько дней назад скажем так стало известно окончательное решение о том что американцы все-таки устанавливают систему про в румынии и аналогичная система на подходе польши реакция россии по этому поводу очень острая как они говорят речь идет об адекватных мерах объясни пожалуйста в чем собственно проблема это же вроде бы защитные системы тем более как говорят американцы они направлены по отношению к россии они как бы захито от возможных действий ирана во первых а в польше тоже против ирана ну чё ну пока пока лучше тоже против ирана наверно как то тогда 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 надо менять законы физики и географии так что это против ирана в польше так же как в румынии или так же как на северном пулю во вторых эта система когда она установлена любая такая система все определяет какие ракеты вы на них ставите вот константин красачев такой за это представитель комитета премьер-тургерской федерации он сказал что те ракеты что в румынии нам не угрожают но их можно легко сменить то есть если завтра вместо этих ракет поставят другие да и для этого не надо ничего менять то есть система превратиться в такую которая сможет уничтожить все российские ракетные установки до урал совершенно спокойно перри если кто-то говорит знаете что а мы не будем это делать поверьте на ну последнее что верят вообще военные в мире за зрением военной другой стороны тем более после того как те их обманывали раз за раз поскольку раз с момента распада советского союза и распуск и объединение германии нато и американцы обманывали российских руководителей а тетрадки не хватит поэтому совершенно спокойно российское средство обороны прежде всего реагирует говорят мы этого не захотим но если вы это установите тогда вынуждены будем применять меры против этого частично меры приняли частично еще приму то есть и крым входил именно самая в ту же самую систему когда шла речь о кроме то есть это шло прежде всего кроме всех других проблем также глядя на нато и расширение на перес крыма совершенно спокойно можно эти румынские системы нет религию прости хочу понять ты говоришь можно спокойно уничтожить все ракетные уступки до урала уничтожить в недействующем состоянии или уничтожить ракеты которые они выпустят не понял уста ракет все ракетные установки которые есть они могут быть уничтожены ракетами также как то что называется крылатыми ракетами или сами управлять земля sending установок самое самое простое ракет и калибр самая Cool love который в соединенных штатах или это кофе она взлетает летит и уничтожает она может уничтожить танк она может уничтожить дом она может сued ракетаpop и если мы сейчасher на этом ее основанная система мгновенного всеобщего удара соединенных шт conv2 так ответ один простой то есть Вот пока Румыния была членом НАТО, но на ней не было военных баз, которые могут потенциально угрожать России, так вы хотите быть НАТО, получать от них вооружение, получать от этого какую-то помощь, пожалуйста. Но Румынии ничто не угрожало. С того момента, как эта база появилась в Румынии, и сейчас она уже входит в строй, то Румыния может быть уверена, что первый удар, если, не дай Бог, начнутся военные действия, она получит. Она получит. То есть, вместо того, чтобы жить спокойно в стороне от всех проблем, которые были, никто Румынии не угрожал, никто на Румынию не покушался. Теперь Румыния стала одной из целей для ядерного удара в случае начала военных действий. Следующие, кто так и лезут стать этой целью, это поляки, Польша. Польша тоже попадет под это. То есть, любая страна, в территории которой будут расположены войска НАТО, обладающие оружием, которое может угрожать другому государству, в которую направлено НАТО, превращают свою страну в цель для ответного удара. Если они считают, что это поможет им безопасности, пусть молятся в костелах или в церквях. Ты считаешь, что, я вот не видел, может быть тебе больше известно, это предполагается дальнейшей программой подобных размещений, подобных систем, скажем, в Прибалтике, там, в других странах НАТО? Или это какие-то локальные явления? Пока американцы договорились о Румынии и Польше. Если завтра они совсем все идут с ума и поставят это в Латвию, то это поставят Латвию на грани уничтожения. Кроме того прочего, что это ставит под сильное сомнение вопрос, а не захочет ли Россия, которая считает, что тем самым нарушается договор о нераспространении ракет среднего радиуса 10, скажет, знаете что, вы его не соблюдаете, так мы выйдем из этого договора. Американцы вышли из договора, когда они не хотят, сказали, что нас не устраивает, Россия скажет, что нас это тоже не устраивает. И все, то есть, весь процесс как-то регулировать увеличение и усиление видов вооружения, которые могут нарушить мировой баланс и привести, он разваливается на глазах. Если американцы считают, что установление ракет в Румынии и в Польше, это так необходимо американской безопасности, вот иранских ракет, ну, если кто этому верит, это, пожалуйста, Россия, насколько я понимаю, российское министерство обороны не только не верит, но и готовится ответить на это адекватно. Адекватно, это значит, пол Румынии и пол Польши в случае военного конфликта могут вернуться в каменный век. Если польскому правительству это хочется, до этого Польше никто ничего не угрожал, и Румынии никто не угрожал, и Иран уж точно не угрожал ни Польше, ни Румынии, никому. Нет, ну, это же все непростые вопросы, смотри, с одной стороны, имеется подобное противостояние, с другой стороны, оно... Получается, между, что между НАТО и Россией... А для чего НАТО существует? НАТО что существует, для того, чтобы воевать с Талибаном в Афганистане? Или для того, чтобы... Субану замечено, в этом не было. Ну, оно почти не было, в этом... Было, 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 было немножко, да. Ну, вот... Или для того, чтобы быть в Ираке? НАТО создано и существует. Против России. Что бы они там ни говорили. Когда это против Советского Союза-то имеют? Когда его создавали? Это было против России. Только тогда они это называли против угрозы Советского Союза. Сегодня называют вещи своими именами. Против России. Потому что если в веселые ельцинские времена, когда армии в России не было, и не было этого иссяния ада Путина, который хотел захватить Европу, а был этот полуалкоголик, Ельцин, которому ничего не важно было, разворовываете страну, я на все согласен. Тогда НАТО что, распустили? Я такого не слышал. Когда российская армия практически перестала существовать, российскую оборону и промышленность разворовали, внешняя политика России не существовала. То есть никакой угрозы не было. НАТО распустили? Нет. Именно в этот период НАТО стало продвигаться поближе к беззубы, разваливающейся, вот-вот исчезнущейся России. Так как это должны понимать люди, которые сидят в России? Это ответ на угрозу? Или это общая установка? Это записано в генетическом коде НАТО, для чего оно существует. А если это генетика НАТО, быть против России, так Россия, но это так, соответственно, и существует. Потому что иначе невозможно объяснить, для чего НАТО существует и как оно существовало все эти губы. Во имя чего? Я слышал дискуссии между западными и российскими политологами на эти темы. И западники, и там поляки, те же, говорят, что это, мол, ну, такая необходимость появилась после Крыма, после Донбасса. НАТО не зародилось после Крыма. Это не зародилось после Крыма. Решение установить ракетные площадки в Румынии было задолго до Крыма. И в Польше это было задолго до Крыма. Так что, или считать людей идиотами и вешать им на пшу на уши, или нагло врать. Крым тут ни при чем. Крыма в 97-м году не было, а НАТО было. То есть НАТО было. НАТО было. Крыма не было, Байдана не было, ничего не было. А НАТО продолжало тогда продвигаться на восток. А вот у меня к тебе такой вопрос. Считается, что это все устанавливают американцы. Да, под флагом НАТО американцы. А что по этому поводу, как реагирует Румыния, или Польша, или там, я знаю, Чехия, Венгрия, это более-менее понятно из их заявлений. Но вот мне интересно, я не слышал, а как реагируют на эти вещи, гранды Европы, Неруссихиан-Этата, и Англия, и Франция, Германия. Адолий Фалайзович, как всегда. Всегда самым большим врагом России была Англия. Всегда. Все годы. За течением периода, когда Адольф Фалайзович почти их задавил. Тогда им не важно, с кем было входить в Союз. Ну, Чехович сказал, что даже если он то не соват, то закричит Союз Ну, понятно. Ну, кроме этого периода, и периода в Первой мировой войне, когда опять-таки враг был Германию, Великобритания всегда была против России. Не важно, как Россия называлась. Даже когда во главе России были их родственники. Да, были такие. Что она уже опустилась до своих естественных размеров и должна вести себя как нормальное, развитое европейское государство, а не империя, над которой не заходит солнце. Да, согласен. То есть, Великобритания против России. Не было акта против России, которая когда-нибудь за свою историю Великобритания не поддержала, кроме тех, которые она инициирует. Нет, есть Франция, есть Германия, есть там... Франция, Германия, у них разные. Разные периоды были. Человек, который создал единую Германию, бессмарк сказал, что будущая Германия в союзе с Россией. Да, это известно. И только в этом, тогда Германия сможет добиться наибольшего расцвета. И никогда Германия не должна воевать против России. Так это одна Германия. И закончились пуски. А потом была другая Германия, а потом была третья Германия. В Великобритании, у нее были хорошие отношения с Россией. Да. А потом уже все пошло. И не важно, кто был в власти. У власти был Адольф Алоизович, у власти был Аденауэр, у власти появилась фрау Меркель. Фрау Меркель тоже было одно время. Первое время у них были замечательные отношения с президентом России. Первое время у нее были нормальные отношения с Россией. Замечательные, я не думаю. Ну, нормальные. Пока она не проявляла интереса. И не решила, что Германия должна определять, кто будет стоять у власти в Киеве. Были нормальные отношения. Россия же не определяет, кто будет у власти. И не пытается определить в Австрии, я уже говорю про Германию, или в Бельгии, или в другой стране, или в Мексике, не дай бог. Друзья, мир непрост. И как бы новости спокойствия вынесу лят. Нам же остается только наблюдать и комментировать происходящее. Слава Богу, что нам неохранение, что Израиль избавлен от необходимости или глупости участвовать в европейских разборках. Ну, мы активно...